Кирха была возведена вблизи старой лютеранской церкви в 1895 году. Краеведы Курска продолжают открывать новые страницы истории этого необычного для российского города здания. У меня в руках документы из Государственного архива Курской области, которые указывают на фамилию архитектора, проектировавшего это здание. Это курский городской архитектор Александр Иванович Гросс, немец, прихожанин лютеранского прихода. Тогда, в конце 19 века, башню Кирхи венчал высокий остроконечный шпиль. На уличном фасаде в глубоких нишах стояли скульптурные фигуры апостолов Петра и Павла. Кирха славилась своими музыкальными вечерами благодаря великолепному органу. Приметными для курян были и красивые часы на колокольне. Каждое здание, которое у нас сохранилось в городе, имеет свою легенду, свою историю. У нас где-то порядка 500 таких зданий на территории города, а 100 из них уже внесены в различные туристические экскурсии, а 100 из них ведется рассказ. В глазах присутствующих неподдельный интерес, в руках открытки с изображением старинных построек города, подарок организаторов. Много вопросов о судьбе аналогичных зданий Курска. Их состояние сегодня напрямую зависит от собственников. В этом здании, в актовом зале, в зале коллеги, где мы проводим совещание, остался свод от купола религиозного учреждения, остались перекрытия прежние 1895 года постройки, перекрытия. Есть у нас перекрытия, которые 1938 года построили. Конечно, это история, это обязывает, будем так говорить. Приезжая в любой город, туристы начинают свои прогулки с исторического центра. Надо сохранить то, что у нас осталось, что пришло из прошлого, что имеет историю и особую, неповторимую эстетику и уникальность. Ирина Губарева, Семен Ковтанюк. События дня.